Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Я, например, почему мы играми тащимся. В основном пойму. Представьте себе ситуацию, вы начинаете встречаться с новой девушкой. Она две недели встречаетесь, она говорит, слушай, у меня родители дома нет. Приезжай. Все, бросил, побежал. Проходит два года. Слушай, дорогой, та же девушка. Дорогой, да блин. Родители дома нет. Ой, ты знаешь, у меня родители дома, там, не из-за института, в сессии. А уже и мотивация, вроде и то же самое, а уже и не так. Игры. Начинаешь играть в MMORPG, выходишь там из какого-то города, тебя сразу нищим обозвут, еще чем-то кто-то убьет, кто-то подвигает там, забах меня, от сам-то забах меня. И реально в начале, черт его знает, по-то день ходишь, там, каких-то кабанов убивают, какие-то, что-то весело, но непонятно. Два года проходит, у тебя уже гильдия. Кто играл в Лайн Эйдж и World of Warcraft? О, у тебя уже какая-то гильдия, у тебя реально какие-то уже обязанности в виртуальном плане, когда ты там, в 2 часа, какая сессия, у меня, пацаны, рейд надо, замок, да, и там, еще, там. Вот там вообще клан гнилой, да, нищим обозвал надо завалить. И все играют, все подсаживают. Люди обожают играть, люди играют с самого детства. Представьте, вот ребенок, который с самого детства с нами всегда играет, там. О, смотри, в Годзи будет играть, да, в самолете прийти, да, открывай рот. Вообще, представляете, что с детьми играют? Самолет в рот. Это же какое воспитание. Но мы любим играть, нам любим переставляться, нам нравится, когда весело, нам нравится, когда можем использовать наше воображение или чего-то. И мы играем с самого детства. На World of Warcraft было потрачено 6 миллионов лет жизни в 2010 году. Представляете, что сейчас происходит, да? Вот если так подумаешь, 6 миллионов лет назад, ну вот, на обезьяну будет похожее, вот такой вот. Ведь если мы не играли World of Warcraft, а занимались чем-то полезным, я думаю, мы пришли какую-то новую ступень, блин, все сделай так. Ну, вот разница, ничего не знает. Но World of Warcraft остановил наше развитие. 400 тысяч семей в Китае зарабатывают себе ножи фармингом компьютерных игр. Виртуально, ну, был там случай, когда в китайской тюрьме народ заставляли играть World of Warcraft и фарминг золото. В тюрьме. То есть, хатерга разная была. Или давайте, вот это вот весело. А кто бровку качал когда-то, который онлайнер? Дрова. Пойди так дрова порубить. Нет, гнома кто-то качал, в каменоломне там камни какие-то копают, золото. И это весело? Вот это не весело, брат. Работа на свежем воздухе, личные упражнения не весело. Вообще нет. Сключишься за компьютером и копать. Вот это вообще мы сносим. Вам еще муляры. Люди играют, они садятся на комбайн и спаркивают виртуальное поле. За что, кто, почему? Когда-то в ВКонтакте вышла игра «Бешелый ферн». Кто-то играл? Реально, ты заходишь в игру и там «Скопайте глянку». Скопал. Посадите морковку. Посадил и так вот, а через 5 минут взойдет. Взял там, думай, а чего мне 5 минут там пофигу. Взял там, посадил, продал. Опять новую клятку скачал, там, картошку посадил. Посмотрим, что полчаса растет. Можешь, а буду пару раз заходить в день. Потом у тебя дохера гяда. Потом какой-то засранец у тебя твую морковку виртуальную ворует. Потом ты же можешь воровать виртуальную жизнь. До кровопролития могло дойти, если твой человек на проекте ворует твою морковку ВКонтакте. Я купил за реальные деньги виртуальную собаку, чтобы она охраняла. У меня реальной этой собаки нет. Виртуальная есть. Охраняет твою картошку. Картошку дам, морковку. Кто там утром? Пойдите бабушке на окород покопать. Никто не хочет. А вот виртуальная, я нормально. Мы подсаживаемся на игры. Я, например, использую неглификацию в жизни. У кого есть маленький ребенок, знаешь, что оно должно сидеть сзади. А если не в кресле, то оно должно быть пристегнут. Потому что в случае какой-то непредвиденной ситуации, ребенок может оживиться даже о переднюю стушку. Ребенка надо пристегнуть. А ты же попробуй этого засранца пристегнуть, потому что он вечно дергается, вечно пытается в что-то залезть, еще какие-то вещи делать. Потому что придумали решение. Коль с вами. На своих машинах они замбоящики ставят сзади на сидушке. Замбоящик работает. Или там игры какие-то. И вот оно все работает, только если ты пристегнут. И что эти дети взяли, пристегнулись. Блин, мультики какие-то идут, надо смотреть. Также у них был концепт. Игровая приставка. Дети работают только, когда дети пристегнуты. Ненормально, все пристегнуты, никто уже нигде не идет. Другой пример. Слава бомжам, они собирают эти бутылки. Если бы не бомжи, у нас бы все было засрано бутылками. Проблема, алиминевые банки. Их надо как-то сдавать. Кто вообще в здравом бомбе пойдет сдавать алиминевые банки? Для Деггинсов. Правильно? Вайнер-машина, сверху слот. Вот так. То есть технологии. Сверху слот для банки. И однорукий бандит. И вы можете дернуть, банка уходит, естественно, как коин. И вы можете выиграть бесплатную бутылку, там, вообще, к примеру. Вот насколько гениально. Не надо тратить деньги на сбор банок. Огромный. 100 банок, одну банку вебсе дал просто так. А потом взял, пошел, это все и сдал. По лимите, там, на переработку и так далее. Игровая огромная количество денег. Третий пример. Уже этот концепт называется серьез гейминг. К сожалению, есть такая болезнь, как рак. И раком очень часто болеют даже маленькие дети. И после нитечения раком, здесь идет такой длинный, достаточно привод приема лекарств различных. Причем это лекарство не так, как ты съел какую-то витминку. А лекарства, от которых болят зубы, выпадают волосы, там, плохие ногти. И если взрослому человеку легко объяснить, что ты должен принимать эти таблетки, потому что ты погибнуть можешь, то ребенку хавать таблетки, от которых кого-то шнит, не очень прикольно, ему тяжело это объяснить. Вообще-то игру называется Remission. Я не знаю, почему игра для маленьких детей, главный герой с сиськами, но все же бегает этот наноблот и убивает раковые клетки. При этом пули для этого наноблота – это как раз те таблетки, которые ребенок должен принимать. И здесь подано очень много информации именно для детей, чтобы они понимали важных вот этих вот таблеток и лекарств. И на тестовых группах на детей на 70% больше детей начали принимать таблетки в обоих. То есть это реально огромнейший шаг в борьбе с иммотивацией детей. СТАХАНОВА! А вот представьте себе, вот шахтеры, кто-то себе представляет? Ну, кому захочется… Вот у тебя есть норма, дать там 20 тонн угля? Это нормально. Нафига, чувак, ты делал норму в 8 или в 7 раз больше. Что бы мы всегда можем на конце концового? Я вам накрыла. Не, на самом деле, СССР очень классный сбой был. Тогда эта гимфикация не назвалась. Они сделали лидер-борд. Ну, ненормально, вдруг все это соревновались. Кто-то больше соберет. Чумарку, мил рекорд. Гимфикация в действии. Другой пример. Бутылки. Бутылки надо иногда собирать. Ух, лава, бенда. Бутылки надо собирать и сдавать. Надо никто не хочет тратить деньги. Компания… Кстати, тут нормально работает. Ну, это нормально. Ну, вот это. Собрали такой бокс, в котором загораются лампочки над дырками. Дырки можно выкидывать в бутылки. Чтобы люди начали выкидывать бутылки в какое-то определенное место. Прошу прощения, я не думаю, что он будет термелить. Вот. А, так. Ну, и вот. Что из этого получилось? Вверх кедры помни, сверху едет хайс-корд. Народ реально начал ходить. То есть, вот идет, что так сделали, я там, на этом автомате хайс-корд. Это мой. Вот, на самом деле, эксперимент получил такой успех, что люди начали выкидывать не только свои бутылки, но начали ходить еще вокруг. Забирать бутылки, потому что хайс-корд надо побить. Компания Games Theory, она станцируется, а, Fun Theory, станцируется концерном Hotline и занимается именно гиммификацией социальных проектов. Вот. Ну, это обдолбыши какие-то, что было очень интересно. Вот. То есть... Гиммификация на самом деле работает. Ну, сейчас очень много кадров того, что гиммификация не работает. Но у нас, знаете как, как заработать деньги? Пойди к курсу на курсаре, зайди, и все, и ты можешь раз эксперт. На курсаре отличнейший курс по гиммификации. К сожалению, там он просто рассказывает детали. Но никто не рассказывает, что, в конце концов, самое важное, это не перемудрить. Потому что сейчас я их называю не гиммификаторы, а кто-то классификаторы. Да, гиммификация должна вам делать веселый какой-то процесс. А люди настолько заигрываются в гиммификацию, что они создают игру, которая какой-то странный бизнес-процесс, который вообще ни в селу, ни к огороду получается. Да, по-моему, такие стартапы обычно падают, потому что первая цель – это делать все-таки бизнес какой-то, а не игру вокруг чего-то непонятного. Потому она должна быть очень грамотно сделана. Что же такое гиммификация? Мы должны понимать, чему нас могут научить игры, чему мы можем научиться у гейм-дизайна. Потому что эти чуваки не зря придумывают механики, на которые мы садимся. Кто слышал, ГИТА 5 за первый день 800 миллионов долларов. Они-то собираются только 1 на 3 миллиарда вообще садов. Вот, и опять же, везде должно быть веселье. Мы с огромнейшим удовольствием делаем то, что нам весело. Это самое важное. Это работает, потому что наш мозг будет награда. В конце концов, когда тебе подойдет чувак и похвалит, ну просто так, даже как-то приятно. Или, например, фейсбук выложил фотку, кто-то лайк поставил. Так думаешь, а лайк, а в душе. А если сто, а если там 20 лайков, то думаешь, ну нифига себе, какой я думаю. Наш мозг любит решать проблемы. Вы все программисты, вы любите свою работу просто из-за того, что вы любите решать проблемы. Вы знаете, когда у вас куча простых тасков, день реально очень длинный. Когда у вас один сложный и не получается, день пролетает как-то так. Мы любим решать проблемы. Наш мозг любит сюрпризы. Вот зарплату, да? Чем ли вознаграждение? Ну, ты знаешь, что тебе в конце месяца или там когда получит, он получил день. Так, ну, ну, нормально, круто. А прикиньте, шкаф? Взял землю курсу, а там 20 гривен. Хоть и зарплаты гораздо больше. Поколение XYZ и Always Online. Это, я думал, что вначале, знаете, было у Геребина, Generation P. Вот, что это фигня? А оказалось, что маркетологи давно эту штуку разобрали. Generation Y это, вероятнее всего, во многих случаях, это наши родители встречи. Это люди, которые верят в кнуты пряникам. Ну, ты бьешь кубей, пряди кешь сам. Это яркое наше правительство. Все, блин, никто не думает про веселье. Всем надо какие-то планы и тому подобное. Поколение X, вероятнее всего, большинство из нас. Это люди, родившиеся в эпоху до интернета и потом в нее вошедшие. Это люди, которые предпочитают интересную работу вместо хорошо оплачиваемой работы. Это люди, которые по какой-то причине любят виртуальные награды вместо реальной награды. Я говорю, например, почему сервис Xbox, да, хорошо, не Xbox Live, а компания Valve, которая выпустила халбы. На чем они сейчас зарабатывают? На шапках для Team Fortress. Никто не делает больше Half Life 3, надо больше шапок, надо больше шапок. Для того, чтобы я вчера ходил из виртуальной шапки какой-то приходит. Мы любим виртуальные награды. И это те, на кого очень хорошо работают в ней награды. Поколение Z. Это дети, которые родились уже в эпоху интернета. Которые, как бы, уже не помнят, а было ли до интернета. Это дети, которые очень... Это вот это поколение молодых миллионеров в будущем. Которые все знают, не создал стартап, не программист. И поколение Always Online. О них особо никто ничего не знает, потому что я сейчас где-то около пяти лет. Что-то с ними будет дальше, фиг его знает. Это дети, которые... У кого есть маленький ребенок, знают там, допустим... Я все про Android, про Android сейчас буду говорить. А я ехал в поезде в Минск, тоже про гемификацию рассказывать. И ехала женщина с ребенком. Ребенку было лет пять. И вот она брала у мамы ее такой огромный Android-телефон и включала все какие-то мультики. Я помню, как мой папа с Android-телефоном разбирался. Я скачал инструкцию в дорогу. Сел почитать, но в принципе особо-таки не освоил. А эти дети уже все, они уже знают, что вот... Посмотрите, у кого маленькие дети, то они все сидят, жрут и на iPad-е мультик смотрят. Начиная с... Вот ездишь куда-то... У меня детей нет, но ездишь куда-то на бьер, смотришь, все дети поголовно. Сидят хавлот и смотрят какие-то смешарики, лошарики, вот все на iPad-е. Они уже не знают, что... Как это обязательно? Мобильная гиддификация. Клашика, как вы и говорили. Мобильная гиддификация, ну вообще так, подумай. Мобильный девайс это самый пивотный девайс, который у нас есть. Пивотнее нет, разве что там, тестер крови какой-то. Но мобильный девайс знает про нас гораздо больше, чем знает наша мама. Он знает, куда мы пишем, кому мы пишем, где мы были, эти мы зачатили и так далее. Потому гемифицировать приложение там это просто шик, потому что вы входите прямо в сердце вашего клиента. А, Замберан, кто бегает в игру? Хорошо, давайте так. Кто постоянно бегает? Хорошо, а теперь вопрос такой. Кто начинал бегать? Да, на самом деле начать бегать очень легко. Встал, побежал, прибежал, давай. Ох, я три километра побежал, завтра еще побегу. Завтра просыпаешься, погода фиговая, спать хочется, чертям. Бегать легко начать, тяжело продолжить бегать. Привложение зомберантов. Естественно, стандартная ситуация, Америка в жопе, зомби на пальмах. Вы руководите небольшим селением. И нам, чувак, нам нужно больше ресурса, беги три километра. В реале. А что будет дальше? Побежал, побежал, дом построил, стену построил. В следующий день. Нам нужны продукты, беги три с половиной, ты два с половиной. Я уже вчера пробежал, у меня уже дом там какой-то есть. Пошел, пробежал, пробежал. А дальше, интересно, что это? Что это, сволочь, это еще нахотя? И бегаешь так, ради виртуального города. Форд Сквайф. Шикарная штука. Кому-то в голову вообще приходило на весь мир по всем социальным чтям кричать. Пацаны, я пугаю! Или я прохожу возле кафешка есть, возле Мартовича. А там он, как разводить, мэр. Делал, шикиниться, просто явно. Ну, реально, как бы, почему оно сработало? Потому что ты получал, ну, значит, ну, в голову это просто не влажит. Зачем? Кому и почему? Нормально, пришел, поинты получил, баджет получил. А дальше, интересно, сколько баджет, сколько поинтов. А потом начинают с друзьями меряться. О, блин, этот гад на первом месте, надо еще пойти где-то заблухать, чтобы зачекиниться. Форд Сквайф родил привычку. Люди, которые играют в Форд Сквайф, вначале приходят, чекинятся, а потом смотрят меню. Ну, просто так и ездят. Знаете, как собачки бегают, пометил. И все. Павел Моя, когда-то у него, когда у него было усыпление, там, клуб рай ездит, там, проехал родный клуб райд, зачекинился. Ну, как бы, была, денег-то не хватает за эти. А все думают, что ты там был. Найти Плюс. Сервис для бега, который подсаживает вас не только на бег, но и на покупку Найти Плюс Гевайса, Найти Плюса, Эппли и тому подобное. У меня, допустим, есть Найти Плюс, Найковские кроссовки, чип Найти Плюс, часы с GPS-ом Найк Плюс, на телефоне Найк Плюс приложение, на Айпоне, на Айтач, как это, Айпод Нано. На нем Найк Плюс. И вот бегать, бегать, фигня. Так, бежим, допустим, надо прибежать 5 километров, высосывать, бежим, 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 тебе приятный женский голос. Ты пробежал 1 километр, я так, да я уже почти сдох, у него 1 километр, тетка. Ты же бежишь дальше, ты 2 километра пробежал, я так, ну все, жопа, ну как хрен пробежишь 5 километров. 2,5 пробегаешь, и она не говорит, ты пробежал до скрытой, она так, полпути позади. Я думаешь, болит полпути позади, пробегаешь 3 километра, она не говорит, ты пробежал 3 километра. Всего лишь 2 километра осталось, я так, я уже 3 пробежал, 2 осталось, надо бежать. Потом ты это все копишь, 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 паркаешь, разблюдаешься, мы до этого зайдем. Бам! Классная тула, они перетащили веселье в реальную жизнь. Бам! Ну сколько есть программ для перекидки фоток и так далее. Бам! Вы подходите со своим другом, и так, ну типа, бам, кореш. Нормально, заатализировался, начинаете перекидывать, туда-сюда, пятое-десятое. Ты в Google купил? И технология стала настолько популярна, что в Google думали о перекидку бабок до 1000$ с помощью бамка. Я все прикалываю, что будут гопники, каницы и кодек. У тебя бам есть? Я думал, сейчас поставлю, у меня с собой 3G модем. Диток, если тоже, диток, ну, вставят сказать. Ну и плюс. Как он стал популярен? Самое главное соревнование в жизни. Баба против мужиков, тут же лучше. Просыпаешься утром и смотришь. Видите, у нас в соревновании. Все-таки бегают против мужиков. Понимаешь, мужики проигрывают. Алина-то от всех мужиков даже как-то стыдно. Взял, пошел и побежал. Все равно это было в 2009 году, женщины с этими не имеют причем. Но Алины били с заветом, сколько вот этот. Сильнее компеттишн у нас просто в жизни нет. Так, салфирсионцы. Сейчас, вовсе, вовсе, там такой был бар, короче, кто, мужики или женщины больше побежали. И надо действительно бегать. Ну блин, сцена как-то, мужики четко поиграют. Ну все-таки и поздоровели как-то, и больше можно. Ну и вот, ну ты же играл так вот, вот для этого Nike Plus заходил в речке. Ну и опять, есть у вас Nike Plus. Уж классно, нужно там, посмотрел, о, я за лехи 121 км пробежал, так смотришь, а, средний вообще будет где-то 30 км. Я такой, я еще один по-самец такой, четыре раза больше бегаю, и вроде и приятно. А потом смотришь, как можно с друзьями помериться, и заговоришь, что там у меня сейчас друзья, ах, или я по-самец, точно уже, для доказать кто-то есть с ними. И вот такой забавный чувачок, который прыгает, когда у тебя какой-то ачивмент, он все время что-то танцует, и блин, интересно, что он тебе еще раз покажет. И бежишь, набираешь какие-то поинты, километры и тому подобное, просто начинается, входит у тебя в привычку. Опять же, мобильный, сколько человек помнит про то, про игру, которую он закрыл? 12 минут приблизительно. Как вы думаете, сколько человек помнит про мобильное приложение, которое он закрыл? 10 секунд. Сколько? Трек. С чего? Клайн. А что же, что они беруту, а что мне? Нет, на самом деле, мы здесь очень рыбные. 5 секунд. Почему? Вот, как у меня тут на русском, тут на английском, был там гипно. Так вот, почему? Потому что есть огромное количество мобильных приложений, просто нивелерно огромное. У каждого на смартфоне приблизительно там средние, ну, стандартные, когда-либо около 70 приложений. Вы же представляете, если вы все их будете помнить. Вот просто сорвется мозг. Мы привыкли использовать мобильные приложения как салфетки. Взял, воспользовался, скрутил, выкинул. Вероятно, вот у каждого из вас есть приложение, которое он один раз только запустил. И хрен его знает, для чего он. Вы там зарегистрировались и больше никогда не просили. Есть такое. Потому вот, допустим, в Foursquare вы только логинитесь и там, парам-парам-пам, башек, новичок. Ты думаешь, ты думаешь, что, ребята, за что удали? И забил приложение, начал что-то искать, зачетинился там. Увидел у друга, блин, больше, и помню, ты говоришь, это собака. Бухает, ходит, меня не берет. И опять же, это же рекомендационный сервис теперь. Поэтому очень важно использовать геймификацию для бизнес-приложений. Для того, чтобы затратить фразу в вашем поле. Потом, хотя бы привлечь его внимание. Любой геймдизайнер скажет, что геймификация начинается... Вообще, любой геймдизайнер, любая игра, это составление истории, механика, эстетика и технологии. Я буду просто быстрее. Эстетика. Была игра, кастер. Вышла в каком-то 2007 году, флешивая бесплатная. Выбираешь разные эти снаряды, надо убить там всех. Ничего не умеет. Выходит, где выходит Angry Birds. Где у курей свиньи украли яйца. Ненормальные курицы кидают себя в свиней. И круто, весело. Игра, компания корректировала игру по капитализации больше, чем многим. Парки Angry Birds популярнее, чем в Диснейлендах. Напиток Angry Birds в Армегии популярнее, чем в Кока-Кола. Эстетика. Один в один все. Но оно реально красиво, приятно играет. Музыка классная. Механика. Ну, как в любой, никто не будет играть в игру, в которую они понимают. Правильно, Наталья? Всегда должны быть какие-то правила. Представьте, футбол без правил. Компания получится. Ограничения. Опять же, представьте, футбол без границ. Все куда-то бегают, все равно знают. Награждение. Мы должны знать, дофига мы вообще играем в игру. Динамика. Все должно вообще меняться. То есть, должно быть. Если вы будете играть постоянно в одну игру, которая на одинаковой сложности, даже в текле себе не сложно, вам будет хучно. Потому что, что нужно меняться. Различные компоненты, ну, естественно, беседе. Компоненты, я, например, там, фоинты, какие-нибудь лидерборды, боссфайты и тому подобное. История. Ну, опять же, Angry Birds. История. Ну, просто красивая история. А потом свиньи в космос летели. Но мы не любим историю. То есть, каждый раз, когда вы собираетесь со своими друзьями, кушаете, пьете, вы рассказываете историю. А потом, когда все напьются, то каждый думает, что смешнее историю расскажет. Люди любознательные. Нам интересно, что там у тебя, у кого, как дела, что происходит. Люди не любят знать все. Ну, реально. Нам же интересно что-то думать. Потом пойти поспредить, что-нибудь там. Ну, и пошло-поехало. Люди любят думать. Очень важно. Представим себя. Классные тетки, правда? Это даже какое-то желание. Ну, крутишься. Ара. Можно додумать. Так ты видишь, что у них вроде все есть? А так. Мы любим додумывать. Нам вот это гораздо интереснее. Технологии. Есть огромное количество технологий сейчас. Ну, все они очень крутые, нечестно. Батчбол, к слову, был куплен сейчас вороком. То есть вороком тоже как гимнификацию. Валит, как бешеный. Это Элбор. Элбор когда-то получил Нобелевскую премию на чего-то там. За борьбу против глобального потепления или whatever что. И сейчас он входит, и всем говорит, games are the new normal. Игры входят в нашу жизнь страшными семиминными шагами. Гимнификация и education, ну, и обучение, гимнификация в обучении, это вообще шип. Создали целую сферу. Egetainment. Education plus entertainment. Гимнификация в здравоохранении используется как для пациентов, так и для докторов. Помните любой ваш новый сервис, который вы используете. Здесь какие-то кусочки гимнификации. Я, например, в тот же LinkedIn, да? Вот там есть Progress 2. Ты вроде все заполнил, а что-то не хватает. В школу надо добавить. А ты так заходишь, а там 95%. Блин, как-то неаккуратненько кажется. И добавляют. Вот. У нас, наверное, не очень много времени. Я, наверное, приглашу сразу следующего катанчика. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду тут. Задавайте. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.